всем большой привет ко мне приехал заказ из сибирского здоровья сейчас я вам его быстро покажу и уже всем буду пользоваться и так начну наверное с добавок взяла себе или карнитин решила взять сибирском здоровье по той причине что здесь очень высокая хорошая дозировка что такое или карнитин и для чего он мне нужен я сейчас буду как сказать сама себе определила то что мне нужно пропить для похудения и буду пить именно это значит эль карнитин и это незаменимый продукт при тяжелых силовых или аэробных тренировках он активизирует метаболизм жиров и образование из них энергии в результате происходит рост мышечной массы при одновременно сокращении процента жира другими словами жир превращается в энергию и мышечную массу я добавлю себе тренировки не сильные какие-то небольшие не тяжелые не длительные 15-20 минут в день просто физкультуры на большая в эту жару не способна это точно но хотя бы хоть какие-то нагрузки с эль карнитином нужны состав здесь эль карнитина tartrat эль карнитин основание лонца не знаю дальше вот карни пьюр или как она читается правильно вот покажу вам способ применения здесь по 2 капсул в день перед тренировкой на протяжении всего курса интенсивных физических нагрузок интенсивных у меня не будет даже если я здесь много хожу много двигаюсь и даже если при таком способе физических нагрузок тоже можно при принимать по 2 капсулы наверно даже перед тем как куда-то выхожу и здесь если я куда-то выхожу значит это уже далеко это уже полчаса как минимум ходьбы поэтому вот буду принимать не знаю как покажу не знаю как будет она действовать так вот вот так вот пищевая ценность на 2 капсулы и все такое прочее сейчас посмотрю сколько здесь капсулы а 120 120 капсул по 2 если это на два месяца что ли ну да получается 60 капсул на месяц так по 2 капсулы в день ну да по 2 капсулы в день так что вот так вот посмотрим что это будет пока не знаю дальше взяла альфа-липоевая кислота это мощный антиоксидант значит а вот здесь написано мощный антиоксидант поддерживающий метаболизм и выработку энергии способствует защите клеток от митохондриальной дисфункции и предотвращению преждевременного старения за счет нейтрализации свободных радикалов улучшает усвояемость глюкозы и естественные детокс процессы поддерживает нормальный метаболизм и выработку клеточной энергии помогает нейтрализовать свободные радикалы повышает активность и эффективность других антиоксидантов значит две капсулы вот содержат здесь липоевая кислота масса 60 миллиграмм и процент 200 процентов от адекватного ну вот от уровня потребления не превышает верх недопустимый уровень потребления здесь так что буду буду тоже принимать здесь состав есть микрокристаллическая целлюлоза это наполнитель альфа-липоевая кислота ну и все оболочка капсулы желатин говяжий возможно наличие следов злаков содержащих глютен арахиса орехов яиц сои горчицы кунжута сельдерея молока рыбы ракообразных моллюсков и продуктов их переработки так что смотрите у кого есть аллергена вот эти продукты возможно что и не стоит способ применения взрослым принимать по одной-две капсулы в день во время еды продолжительность приема 1 месяц тоже при необходимости прием можно повторить так сейчас посмотрю тоже сколько здесь 60 но здесь на месяц здесь 60 капсул кстати не посмотрели как выглядят эти капсулы сейчас посмотрим буквально мне там два-три дня осталось уже пропить то что я сейчас пью и буду уже пить вот эти все вместе беленькие там порошок в капсуле я уже не буду капсул раскрывать чтобы показать так и вот это вот посмотрим мне интересно я вот не очень люблю такие капсулы они достаточно большие но в принципе проглатывать их несложно оболочка гладкая здесь прям белая оболочка я не знаю что внутри то есть она не прозрачная белая здесь здесь она прозрачная или белая здесь она прозрачная и там внутри что-то белое белый порошок так дальше посмотрим еще то что буду с ними пить раз-два-три еще буду пить гидрейн от faberlic не заказала еще закажу мне еще есть и еще от faberlic я брала поддержка сна и биоритмов вот вот это вот все я буду вместе к энзим q10 это кардио протектор поддержка молодости и активности здесь 30 капсул по 400 миллиграмм так не является лекарством здесь биодоступный к энзим q10 защищать сердце и сосуды от процессов старения это тоже антиоксидант у нас мощный и они примерно примерно похожего такого действия получается потому что тоже выработка энергии идет здесь еще укрепление сердечной мышцы вот поэтому это же замедляющие процессы старения это добавка поэтому примерно похожи но но эти все три они не заменяют друг друга они не заменяют они должны идти вместе так значит здесь состав покажу микрокристаллическая целлюлоза наполнитель и к энзим q10 это же оболочка капсулы желатин говяжий это же возможно вот наличие следов злаков содержащих глютена арахиса орехов яйцо и горчицы кунжута сельдерея молока рыбы ракообразных моллюсков и продуктов их переработки то есть вот так вот взрослым принимать по одной капсуле в день во время еды и продолжительность приема один месяц при необходимости можно повторить но на самом деле конзим q10 нужен всем практически с лет сорока это точно потому что с 30 лет выработка конзима она заметно снижается а он должен быть во всех тканях организма без него тоже невозможно вот конзим это очень мощный антиоксидант тоже буду так посмотрим так здесь у нас запечатано так как мне это вот еще много числа мая а вот запечатано все посмотрим здесь капсул поменьше это же капсулы желтенькие сами капсулы прозрачные желтые мне тоже какой-то там порошок внутри вот так еще дальше я взяла тут уже все добавок нету мармеладки мармеладки у меня просит сын каждый день ему очень сильно понравились вот эти черной смородиной но если честно мне тоже не очень понравились я там берегла одну упаковку взяла просто на пробу и держала ему давала каждый день но взяла сейчас три штуки сразу потому что и мне и хочется я очень сильно люблю черную смородину а тут прям вкус такой черной смородины мармеладка вкусная он просит по две штуки я ему даю две штуки себе беру одну вот я себе еще там другие взяла они очень очень вкусные мало того и очень очень полезные здесь значит иммуна потому что с витамином c здесь очень много витамина c так ну и как известно это иммунитет укрепляет натуральный сок 0 грамм сахара 90 процентов витамина c от суточной нормы потребления представляете 90 процентов витамина c я сейчас открою вам покажу кому интересно что это за такие мармеладки вот вместо сладостей ой здесь у меня с ножницами беда я над вами маленькие взять а я не показала вам я раскрыла но не показала что здесь за состав вода патока крахмальная изомальт подсластитель сок яблочный концентрированный желатин говяжий сок черной смородины концентрированный пектин агент жилирующий лимонная кислота регулятор кислотности ароматизаторы пищевые натуральные черная смородина и вот еще какой-то цифры 555 933 с и м не знаю что такое надо будет посмотреть экстракт ациролы глазирователь эмульсии так эмульсии файн 1000 не знаю да что такое шелак растительное масло глазирователь воск карнаубские растительное масло фракции масел растительных каприл каприновые триглицериды растительный экстракт фиолетовый экстракт красной капусты экстракт генипы вот тоже первый раз так услышу бензойная и сорбиновая кислоты консерванты антоциан это натуральный краситель содержит подсластитель при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие возможно наличие следов злаков глютена ну и всего прочего такого я уже не буду все это перечислять у кого аллергия на вот эти всякие натуральные соки продукты натуральные то пожалуйста будьте внимательны вот так здесь скажу только еще про этот мармелад что почему-то здесь не упоминается польза черной смородины вот в карточке товара упоминается только про экстракт ациролы то что сон содержит в 50 100 раз больше витамина c чем цитрусовый это конечно очень хорошо но и черная смородина это полезная чрезвычайная штука она очищает кровь и это как бы крови очистительной и кроветворной еще в придачу противовоспалительная патагонная то есть при простуде тоже можно запросто вот эти вот мармеладки вместо каких-то леденцов наверное кушать и они тоже будут помогать также еще это сосудорасширяющие то есть при повышенном давлении тоже черная смородина полезно я не знаю в какой здесь дозировки возможно какая-то маленькая дозировка в основном может быть экстракта цирола этой но я думаю что при простуде вот эти мармеладки покажут очень хорошее действие так давайте откроем я не буду их на руку наверное они просто очень сладенькие такие видно вот хочу просто она потом рука мне будет сладкая-присладкая ну вот такие мармеладки они баклажанового такого цвета фиолетового то есть они не черные и коричневые они именно вот цвета черной смородины вот так что очень вкусная штучка мне понравилось мне сына у дочки нет она у нас как-то отреагировала не очень хорошо и сказал что мне не нравится я не буду она нас вообще ничего не хочет так и взяла еще вот такой мармелад у меня сыну все нравится он сладкоежка ему нравится вообще все кактус инжир с метабиотиком для поддержки микрофлоры кишечника вообще эту штуку я брала для себя но у меня сын все съел когда закончились вот эти мармеладки он все требовал мармеладки и съел вот эти я дала ему на всякий случай думаю понравится пусть ест все таки это тоже для микрофлоры кишечника с метабиотиками поел съел натуральный сок здесь тоже 0 грамм сахара 100 миллиграмм метабиотика вот так вот давайте посмотрим состав сироп фрукта олигосахаридов изомальт подсластитель вода сок яблочный концентрированный желатин говяжий пектин агент жилирующий лимонная кислота регулятор кислотности ароматизатор пищевой кактус инжир газирователь эмульсифайн в общем тут газирователи все то же самое как в прошлом и можете почитать здесь только метабиотик пропионово кислых бактерий пропионово кислых бактерий трехкомпонентный пропиобиотик вот так пропионово кислые бактерии вот такого вот вида которые здесь указаны бензойная и сорбиновая кислоты это консервант и краситель пищевой содержит подсластитель и всякое такое тоже слабительное действие может указывать так что будьте внимательны и написано что бензойная сорбиновая кислоты являются природными консервантами в большом количестве присутствующими в таких плодах как ягоды клюквы и рябины вот так и рекомендуемая норма потребления сутки не более одной упаковки а здесь кстати нету такого а тут как-то нету такого а вот тоже не более одной упаковки здесь не более одной упаковки здесь моему сыну сколько не дай он может одну упаковку съесть но я даю где-то три штучки то сейчас открою и покажу посылка пришла ко мне где-то пару дней назад я не открывала потому что у нас еще вот такой вот он закончился и все еще с отниму им тоже вот это я хотя бы сама поем вот эти не такие сладкие то есть они какие-то не гладенькие а такие как матовые что ли чем-то как будто покрыты а те они гладенькие и липкие очень очень липкие эти тоже оставляет кота липкость но не такой как черной смородиной такие штучки они еще в других формах помогут как яблочки есть с они прилипли просто друг другу уже вот они сердечки яблочки еще что-то таки кругляшки вот на вкус они сладковатые сладковатые мне вот яблочный сок как-то яблочный вкус у них немножко но и что-то вот что-то еще кактус инжир ну здесь я не знаю как кактус что-то кактуса мне тут он кисленький наверно должен быть нету вкуса такого вот тут затрудняют и жира я тоже тут как-то не слышу но вот яблочный до яблочный вкус немножечко присутствует еще не сказал этот мармелад для нормального пищеварения ну конечно сейчас лето много фруктов ягод и всего такого но лучше уж покушать такой мармелад чем какую-то сладость и ребенку тоже дать вот когда хочется сладкого я беру вот этот мармелад да я от сладкого совсем не отказываюсь но уменьшаю хотя бы и вот вот эти мармеладки они помогают в этом а метабиотики они лучше чем пробиотики о них превосходят и лучше усваиваются организмом вот что хотела сказать я сказала еще взяла вот такие тоже мармеладки так но эти мармеладки они немножко специфические это с прополисом мармелад прополис для укрепления я взяла зубной эмали и вообще они прополис то прополис это у нас воспаление десен уменьшает и вообще он очень-очень мощный такой антибикробный компонент это же в общем обладает антибикробным действием здесь посмотрим природная защита энергетический заряд оригинальный вкус так ну что такое давай сосредоточимся жевательный мармелад значит вот этот вот терпко вкусно полезно натуральный прополис защищает полость рта от развития вредных бактерий снимает воспаление и ускоряет восстановление слизистой зарядись энергией сибирской тайги и забудь о привычных сладостях да действительно здесь вот вместо сладостей хорошая замена состав так давайте я наверное не буду тут все читать здесь вот просто мед натуральный экстракт прополиса из того что можно выделить вот эти все грозе глазирователи бензойные сорбиновые кислоты консерванты принципе все тоже самое все то же самое только мед и экстракт прополиса фруктоза здесь сахара нет как я понимаю вот энергетическая ценность все вам покажу адрес производства город берц и так а здесь сколько можно тоже в одном мармеладе содержится ну вот сахара нет есть сахар тут 18 грамм сахаром тут за счет меда как я понимаю да если так в том числе 1,7 грамм фруктозы а ну вот так кто понимает в этом пожалуйста а взрослым по 3 мармеладки в день вот же дозировка есть 1 мармеладка 10 килокалорий я съела одну мармеладку мне больше не надо было вот честно она имеет такой вкус прополиса с медом чуть-чуть то есть мед немножечко так как будто бы делает немножко слаще смягчает этот вкус прополиса не люблю его но интересный вкус на любителя это точно убежала тут тоже липкая взяла в руки тут тоже такая липкая ну ладно сейчас вымоем липкий да прополис вот прополис вот вот если вы экстракты что мне папа привозил на спирту прополиса не очень приятная штука но тут хотя бы спирта нет но я взяла потому что это полезно прополис это крутая вещь я взяла потому что полезно буду это пить выпить есть для меня это равносильно какой-то какому-то лекарству если честно сказать но тоже вместо какой-то шоколадки мармеладки которая содержит много сахара и вообще вместо чего-то сладкого лучше уж вот это вот это съесть не скажу что зажав нос но и сказать что это так вкусно как вот эти например мармеладки ну нет не сравнится самый вкусный вот эти с черной смородиной отодвинула немножко чтобы вам показать опять я взяла пробники что-то со мной случилось и мне хочется перепробовать весь парфюм взяла пробники но если честно ни один мне не понравился вот этот вообще совершенно не мой что-то с чем-то давайте с его начнем так это у нас я не знаю как золотая амбра и что-то еще не знаю честно не переводила midnight сафрон что такое я если найду я подпишу семейство восточные древесные здесь у нас пачули шафран сандал амбра и дубовый мох может быть пачули здесь дает какую-то неприятную нотку может быть шафран но точно не сандал не амбра не дубовый мох не дает меня дубовый мох вообще везде люблю вот и пачули не люблю шафран не знаю возможный шафран но это для меня такой аромат который я ну я я боюсь кого-то обидеть но для меня это просто противный аромат я он какой-то не знаю что то вот мог я сейчас я не буду наносить его точно на себя вот из пробника просто так слышится мне дубовый мох и он мне приятен но когда я нанесла его на кожу это было что-то я не могу описать это я даже я не могу правда не могу это описать что я слышала здесь но здесь была какая-то жутко неприятная нота это точно не мог но что-то что я не могу не не смогу вытерпеть совершенно я не знаю даже как описать этот аромат потому что он мне неприятен и дальше golden violet and amber absolute ну в общем тут вот этот приятный но он такой для меня какой-то оказался достаточно обычным не могу сказать тоже что вот вау что-то не зацепило нет то значит верхние ноты здесь у нас ведь и как пробники приходят классно здесь во первых с распылителем пробник во вторых вот такие интересные очень красивые описания сам пробник представлен красиво а вот золотая фиалка и abs absolute амбры здесь написано сейчас посмотрю может быть здесь тоже есть а вот золотая амбра и шафран наверно шафран вот я не знаю не могу не берусь утверждать наверно вот это шафран не понравился а здесь у нас верхние ноты черная смородина груша ананас ноты сердца роза золотистая фиалка жасмин шлейф малина амбра и сандал вот здесь мне понравилось и даже я сейчас нанесла его уже давно кстати час прошел точно нанесла и что я что я слышу фиала фиалку больше всех сначала была черная смородина а сейчас фиалка фиалка жасмин а не слышу скорее всего с чем-то с чем-то она смешана малины тоже не слышу что-то цветочная что-то только цветочная слышу здесь но приятный достаточно не могу сказать что супер вау круто но приятный вот такой возможно я бы и купила себе и взяла еще два мужских мужчины у нас тоже есть конечно же пользуются парфюмом но тоже честно мне ни один не понравился давайте начнем с вот этого аромата silverwood и дубовый мох верхние ноты альдегиды яблоко морской аккорд ноты сердца здесь ягоды можжевельника зеленые ноты мандарин и шлейф амбра дубовый мох и кедр кедр просто здесь можжевельник сначала стартует для меня там нету ни яблока ничего такого не морского аккорда никакого ничего не слышу только только вот этот ягоды можжевельника и что-то еще мой кедр может быть что-то такое хвойное и смешанное вот возможно я слышала либо зеленые ноты либо дубовый мох вот что-то из этого не мандарины ничего такого я не услышала не могу сказать что он мне был приятен нормальный и до любителя на любителя нужно все брать брать и опять же каждому своем и еще дэми лун я взяла номер 4 парфюмерную воду это для мужчин тоже посмотрим что здесь аромат фужерные это парфюмерная вода для мужчин верхней ноты гальбанум лаванда петит грейн ноты сердца герань мускатный шалфей розмарин базовой ноты ветивер дубовый мох кедр и ладан и я скажу что они примерно похожи чуть-чуть чем-то отличаются но примерно одно и то же для меня поэтому здесь что-то еще возможно лаванда перемешивается но это для меня прият приятнее но тоже не знаю не сказала бы что он супер вообще в этих ароматах они какие-то не богатые для меня не не многогранные не играют не сверкают не какие-то яркие такие которые узнаваемые обычные какие-то совершенно обычные ну как-то тоже на любителя все это на любителя я не могу его описать как-то из ряда вон сказать чтобы зацепил меня не зацепили совершенно эти два мужских ароматом вообще ничем но вот этот вот он похож похож на какой-то аромат я не могу сказать на какой он приятный приятный я не могу сказать и этот приятный не могу сказать что они ужасные плохие просто это не мое не то что я бы хотела слышать на своем мужчине ну или вообще в окружении вот так вот скажу в общем вот такой у меня получился заказ небольшой нужный кому интересно подписывайтесь комментируйте кто-то может быть пробовал вот такой алькарнитин пишите как помогает как для похудения и вообще все что все что вам нравится то и пишите спасибо вам большое за внимание и пока пока